Поэтов достаточно на сегодня. Давайте вызовем Минина, предложила Ноно, которая вместе с Пожарским собирала ополчение для защиты Москвы. Все согласились, и сеанс продолжился. Блюдце обижала круг, знакомясь с алфавитом, затем написала разочарованно. Буквы-то изменились. Не так пишите некрасиво. Но что вы ответите нам на вопрос о любви? — Любовь — это мед, сластящий нашу жизнь. — А что, по вашему мнению, означает измена? — Измена. Старушка скользка, как лягушка, — ответил Духменина. — Что такое ревность для вас? — Ревность — это деготь в бочке меда. — А что вы можете сказать о человеческой глупости? — Глупость — это жало змеи на лоне ума. — Что значит для вас счастье? — Счастье — это награда за успех. — Скажите, пожалуйста, что такое плохие зубы? — Плохие зубы — вот беда, желудок портят иногда. — Что такое сон для человека? — Без сона на свете трудно жить, и вам поэтам надо быть. — Я сейчас задам коварный вопрос. Вы коварных вопросов не боитесь? — Мы полчища врагов выдерживали, а коварство сдерживали любовью. — Ответьте мне, что значит «плохие соседи»? — Для семьи плохие соседи, что репей в волосах, а для страны плохие соседи, что татарская арода. — Что такое ребёнок для вас? — Дитя, как весна, порою надежды вселяет в тебя. — Ответил он на вопрос самой юной участницы нашего сеанса. — Что вы можете сказать нам новенького о зависти? — Яд зависти губит ростки молодые, она, как анчар, отравляет живое, где в душах она — это место гнилое. — А что означает ложь, с вашей точки зрения? — Можете отвечать попроще, не гонитесь за высоким слогом. — Мы понимаем, что поэтом вы не были, но зато у вас ума, палата. — Да, блистал когда-то умом, люди приходили на совет, там за советом. — Ложь — это сокрытие истины. Дух ответил в прозе, но его, видимо, неудержимо тянуло отвечать в возвышенно-поэтическом тоне. Он продолжил. — Ложь же семя быстро прорастает, и боль на сердце наше ранит. Оно, как тухлое яйцо, смиродит и душит тяжело. — Что такое жизнь? — спросила Лариса С. — Жизнь — категория простая, но много трудностей храня, она нас ими закаляет, и мы в ней стали как броня. — Что вы скажете по поводу сомнений? — Сомнений. — Проще не бывает, оно как тормоз нам мешает. — Здорово у вас получается, только жаль, время позднее, мы все устали. Пора расставаться, пожелайте нам что-нибудь на прощание. Не хочется отставать от вашего поэта, он имел в виду выступавшего перед ним Есенина. Мы разошлись с ним во времени, но встретились у вас. Сегодня сочиню. Сергей мне подскажет. — А что, разве он не ушел? — Нет, рифму он мне подсказывает. А мысли мои. Вот видите, какой замечательный человек. Да. От нас, Сергеем, вам пожелание. Хоть много трудностей встречает, вступая в жизнь ваш человек, но пусть они вас не пугают. Живите с Богом сотни лет. Живите с Богом сотни лет.